С давних времен кухня считалась священным местом в доме, которое наделено особой силой. Существует множество народных примет и суеверий, связанных с ритуалом еды, посудой и хлебом. Как же нужно вести себя на кухне, чтобы в доме всегда водились деньги, а в семье царила гармония? Отдельное внимание наших предков было приковано к обеденному столу. По народным поверьям, строго запрещено на нем сидеть, иначе денег никогда не будет. Связано это было с тем, что еду на стол посылает сам Бог, поэтому пренебрежительное отношение к месту принятия пищи может вызвать его гнев. Есть еще несколько примет, связанных с обеденным столом. Например, в народе считалось, что на нем нельзя оставлять пустую посуду. Это может навлечь на семью бедность. Объясняется это тем, что пустая посуда имеет плохую энергетику. Как только любая емкость с едой или напитком опустошалась, ее было принято сразу же убирать со стола. Также в народе считается, что перед тем, как продать или подарить стол, его нужно обязательно накрыть скатертью. Отдавать непокрытый стол нельзя, иначе в дом, где он будет стоять, придет нужда. По этой же причине считалось, что нельзя сажать гостей за непокрытый стол. Он не должен быть голым. Лучше всегда покрывать его красивой и чистой скатертью. Тогда в делах будет сопутствовать удача. Народная мудрость рекомендует хранить под скатертью стола монетки. Это привлечет в дом богатства. Посуда – это отдельная тема, с которой тоже связано много суеверий. К примеру, нельзя есть или пить из чужой посуды, чтобы не навлечь на себя те беды, которые предназначались ее владельцу. Чужая посуда в доме всегда к неприятностям. Она нарушает защитную энергетику жилища, может привести к порче и сглазу. Также в народе считается, что не стоит брать в дом посуду от посторонних. Если вы все же нарушили этот запрет, то отдавать тару обратно нужно обязательно полной. Тогда вы сбережете свое благополучие. Если же вы вернете владельцу грязную пустую посуду, то навлечете на себя нужду и неудачи. Чтобы достаток не ушел из дома, давать свою посуду чужим людям также не рекомендуется. И помните, что дома нельзя хранить поврежденную или битую посуду. Она притягивает к себе негатив. Уронить вилку в доме. К чему это? Когда вилка падает дома при мытье посуды, это означает скорый приход нехорошей гостьи. Возможно, вас посетит женщина, которая вам завидует и распространяет о вас сплетни. Плохой знак, когда вилка падает при сервировке стола. Это означает, что в дом торопится недоброжелатель женского пола. В таком случае народные поверья советуют постучать вилкой три раза по столу и произнести фразу «сиди дома». Народе считается, что после этого неприятная особа передумает присоединяться к вашей трапезе или ее остановят случайные обстоятельства. Особое уважительное отношение в древности было к хлебу. Он считался главным угощением в доме и божьим даром для всей семьи. Народные приметы говорят, как правильно относиться к хлебу, чтобы не навлечь беду в дом. Например, нельзя накалывать хлеб вилкой. Народе считалось, что это нарушает энергетику продукта и оскорбляет его. Человек, проявивший такую невежественность, будет наказан несчастьем или бедностью. Народное поверье гласит, что хлеб нужно есть только руками. Прикасаться к нему металлическими предметами нельзя, иначе в доме не будет достатка. А еще в старые времена не разрешалось макать хлеб в солонку с солью. По преданию, так сделал Иуда на Тайной Вечере. Именно в этот момент в него вошел сатана и заставил предать Иисуса. Процесс нарезания и хранения хлеба тоже окутан множеством суеведов. Не оставляйте хлеб обрезанным краем к стене, это к безденежью в доме. Если будете хранить буханку коркой вверх, то ваш дом покинет благополучие и счастье. Когда при нарезании буханка ломается в руках, это к семейной ссоре. Бедность нагрянет в дом, если разрезать новую буханку, когда на улице уже темно и бушует нечистая сила. В народе считалось, если человек режет хлеб неровно, значит, жизнь его тоже будет трудной и неровной. А если отрезанные куски равны друг другу, то и судьба будет гладкой и спокойной. Корни этого поверья уходят в магию. Хлеб считался основой жизни. Твоя жизнь как нарежешь, так и проживешь. Сейчас в современном мире многие народные приметы кажутся странными и нелепыми. Но не стоит забывать, что это народная мудрость, причащая к нам из глубины веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова